В незапамятные времена со дна Атлантического океана поднялся над водой вулкан и возник остров. Он лежит в Гвинейском заливе на расстоянии 300 километров от континента Африки и называется Сан-Томэ. Сан-Томэ вместе с расположенным недалеко от него островом в Принципе территория молодого африканского государства, демократической республики Сан-Томэ и Принципе. Более пяти веков здесь правила португальская колониальная администрация. О мой зеленый, о мой зеленый остров кровавых пятен. Эти строки сан-Томийской поэтессы как стон. 12 июля 1975 года в Сан-Томэ и Принципе было торжественно провозглашено независимым государством. Немного времени прошло с тех пор, но кажется, сам воздух на островах стал иным. Люди впервые ощутили, что эта земля их родной дом, по праву им принадлежащий. Жизнь еще трудна. Ограбленная колонизаторами страна только начинает создавать самостоятельную экономику. Но тысячи людей впервые стали получать гарантированную заработную плату. Прочли первые в своей жизни книги. Удивительно богата природа островов. Как раз здесь, по земному шару, проходит лента экватора. Жаркое солнце в сочетании с обилием влаги, которую приносят ветры с океана, делает землю зеленой и щедрой. Хлебное дерево, кокосовые пальмы, каких только растительных чудес тут не увидишь. Малина на экваторе, конечно, экзотика. А вот это растение привычно для местных жителей, как для нас, береза. Дерево какао. Веками плантации какао были проклятием здешней земли. Чтобы их обрабатывать, колонизаторы с силой завозили сюда тысячи рабов из соседних стран Африки. Одним из первых законодательных актов молодого государства была национализация всех крупных землевладений, принадлежавших ранее португальцам. Теперь это собственность народа. Здесь созданы коллективные сельскохозяйственные объединения. До 90% экспорта республики приходится на какао. И каждый мешок какао-бобов, который выходит за заводские ворота, вклад в общенародную казну. Валюта, так необходимая стране для решения острых экономических проблем. Небольшое государство в просторах Атлантики. Население примерно 100 тысяч человек, территория около тысячи квадратных километров. Страна, которая отныне сама строит свое будущее. КОНЕЦ